Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч и третья часть видеопрохождения игры Deathspank. Давайте продолжим наше путешествие. Выполнение различных дополнительных квестов. Один из них основной нам осталось добыть 9 белых рогов демона, а потом перекрасить их с помощью красной краски и отдать ведьме. Вот инвентарь, это то, что нужно для выполнения определенных заданий. И с ними здесь можно проделывать веселые операции. Смешивать, красить и всякое. Так вот, статистика. Все, что можно узнать о всяком дерьме. Нормально. Заметки, это вообще что-то с чем-то. Можете на паузу просто поставить. По идее можно было бы, конечно, воспользоваться флигелем. Туалетом для того, чтобы перенестись чуть подальше. Так, что у нас тут еще? Нужно набрать кровь-спор для торговки сиротки. Сейчас мы этим напрямую займемся, только для этого там еще два персонажа стоят. У них нужно задания какие-то взять. Сейчас узнаем, какие. Опять эти гоблины лазают здесь. Так вот, два брата-акробата. Откровенный такой. Херор-легенда, ты должен помочь мне. Ну вот, зашибись, то есть, как бы, некоторые квесты достаточно простые и... Такие простенькие квесты смертошлепан и отказываются выполнять. То есть, у вас выбора нет по-любому. Ну да, вы можете, как бы, не выполнять этот квест, но... Все равно интересно, что потом они будут говорить про вас. Так, этот ученый, ему нужно с помощью прибора собрать данные о больших камнях. Они называются здесь переведены как... переведены как танголиты. Ох, как прекрасно! Первый танголит, который я требую читать, это один далеко до суда, через демон-минги. Естественно, просто так нам эти данные собирать никто не даст. Сами можете понять, что... Тупой экшен, он здесь вообще рулит по-любому. Так, вот у нас в инвентаре появился танголит. Надо как-то за спорами сбегать. Сейчас попробуем, что мне сделать. Так, диверсия. Нужно диверсия, вот диверсия. Так, тут уже побежал. Сверкает горячий задниц. Так, вот, споры. Вот видите, некоторые... Огрехи в переводе, естественно, присутствуют. То есть... Девочка просит кровь собрать у растения. Мы собираем споры. Правильнее, конечно, споры в любом английском оригинале. И обратите внимание, что когда... Деспенка отравляют, он двигается замедленно. Ну, его могут еще и заморозить, кстати. Сейчас вот чуть дальше мы увидим призрака. Вот его нужно убивать специфическим оружием, которого у нас вообще нафиг нет. И, скорее всего, так, при задании... Ну, при очередном каком-то побочном квесте мы это оружие возьмем с собой. Ну, и как возьмем, дадут. Так, вот, опять спор растений мы собрали. Нашли пропавший кошель этого... НПС, который там стоит, носатый. Ну, соответственно, получали со всех сторон. Так неплохо, на мой взгляд. Так, снаряжение. Вот оружие придется выбирать самому. Под собственное, как бы... Как скажем... По собственному вкусу, цвету и запаху. Я уже вроде упоминал, что здесь замораживающие есть. Есть стреляющие молниями, поджигающие. Ох ты ее! Этот лечильщик такой, да? Ну, тут опять очередной стек, потому что... Вот этот гоблин, который у нас фигачил молниями, он что-то своих вообще никак не лечит. Он только у нас жизнь отбирает. Так, что у нас тут есть? Палка-копалка, очередная дубинка какая-то непонятная. И еще раз повторюсь, не стесняйтесь, если будете играть, продавать данный лут, там, типа, меча, там, который уже вы можете, конечно, носить, но у него характеристики очень плохие для тех противников, с которыми вы столкнулись. Сейчас я попробую стрелами пострелять. На самом деле на геймпаде все прекрасно, а вот здесь вот, да что ж ты делаешь-то, стрела зомби? Ладно, может потом я разберусь, как это делается на клавиатуре с мышкой. Так, а вот здесь опять построим небольшую диверсию с взрывом бочек. Да что ж такое-то эти снайперы вот задолбали уже. Я вот забываю опять же блок ставить постоянно. Придется лечиться. Хавать окорочка или что-нибудь подобное. Огненный топор. Ну, огненный топор, могу сказать, что он что-то какой-то совершенно не огненный. Давайте отдадим кошелек этому дурашлепу. Опять непритязательный. Здравствуйте, неодескриптный, граждан. Твой бумажник спасен. И да, обратите внимание, когда мы сдаем какой-то квест, неважно какой, основной побочный, если мы ранены, мы лечимся. Инвентарь ограничен, как бы, соответственно, лишнее сразу же можно сдавать в утиль. Или выбрасывать, если вы захотите. Пойдем к сиротке. Держимая рабами-сиротка. Здравствуйте, снова-связь-драйвинг-оффен. У вас есть кило-планты, Борис? Да, я их здесь. Очень полезная снадобня невидимости, когда очень... Ну, как много врагов, и долбиться с ними смысла никакого нет. Примерно 20-30 секунд, я ж не помню, сколько держится на заклинание этой невидимости. И новое задание, вбить пауков, добыть 120 глаз. Пойдемте мочить паучков тогда уж. Что нам еще остается? Да, и вот сейчас, кстати, пишу фрапсом. Вот эти сколько там... По-моему, 30 с чем-то минут. Охренеть за него. Вот пауки занимает порядка 40 гигабайт на жестком диске. Но это что-то, по-моему, совсем уж не приемлемо. Ужас нахуй. Ну, просто мне нужно было... Так, вот давайте сейчас попозже чуть... Вот этот вот призрак... Только мы от него по жопе получаем, а наше оружие на него не действует. Вот даже меч нежить, да? Логично, что меча нет, у нее иммунитет... Вот, как бы, пофиг. Все нормально. Соответственно, что можно сделать? Просто убежать. Нормальные герои всегда идут в обход. Так вот, по поводу фрапса и всего остального. Нет, ну, места на жестком диске достаточно, но очень сильно раздражает. В принципе, качество точно такое же. Вернее, как точно такое же. Я при записи с карты захвата могу регулировать качество записи, качество FPS, не знаю, там... Качество битрейта, соответственно, у меня и файл получается гораздо меньше. Ну, против фрапса записаны вот эти вот предыдущие два файла, которые были включены потом в проект, примерно составляют, ну, 1,3 гигабайта. То есть, согласитесь, это удобнее работать, потому что сами программы рендеринга, они очень зависимы от исходного материала. Ну, смотрите, например, вы... Ну, это так, небольшой ликбез, пока за паучьими глазами бегаю. Вы берете исходный файл фрапса, у него там битрейт 250 тысяч где-то. Так у нас уровень поднялся. Вот. А исходный файл вы хотите получить, например, на выходе 1280 на 720. Ну, это разрешение. А битрейт, ну, то, что тюбик, это разрешение вам, ну, где-то 2,5 тысячи где-то получится. Ну, должно быть. Даже если вы битрейт поставите больше, YouTube вам его зарежет на 2,5. Вот. Ну, соответственно, вы в программе рендеринга указываете, что мне нужен файл 1280-720 и битрейт, ну, чтобы там... Ну, хрен его знает, ну, 3000, да? Максимум. Вот. И программа начинает что делать? Она берет исходный файл и начинает его резать кадры. Кадры резать начинает, если его записано было с 30 до 25, например, FPS и, соответственно, снижать его качество. Это все занимает большое количество времени. Ну, вот при записи с картой захвата стараетесь, ну, как бы, стараешься подгонять именно под то качество, которое будет уже в конечном файле проекта, чтобы компьютер там не умер от перенапряжения. Да, там, в принципе, даже самый топовый компьютер с самыми топовыми процессорами будет реально тормозить. Реально тормозить. Так что вот FRAPS-то, конечно, очень круто и очень просто. Накладные расходы нивелируют все преимущества, которые дает он. Хотя, с другой стороны, опять переподключать карту захвата, блин, он через Францию на станцию опять под стол лезет там минут 15 фигней заниматься. А, ладно, это я свое. Так, ну вот, продолжаем выбивать глаза из пауков. Замечательно, вроде бы. И вот по ходу дела с них там падает всякое такое. Это уже автоматом сменилась уже куча брони. И, как бы, в инвентаре нужно контролировать ее количество. Просто уничтожать или выбрасывать. Иначе инвентарь забьется. И так у нас вот появился вот этот вот камень из побочного квеста. Нам нужно снять с него определенные характеристики. Стоит стража. Она не реагирует, пока вы не покуситесь именно на камень. Сейчас мы покусились. И понеслась. Ну, здесь стражники как дети. Вот чуть дальше там еще, по-моему, парочка камней будет. Если не больше, я не могу вспомнить. Очень давно играл. Там будут такие злобные рыцари, которые будут давать нам, извиняюсь за выражение, просраться. Так, ну вот инструмент зарядился. Подходим. Забираем его. Так, ну да и следует, пеликать и пеликать по большому счету. Где-то здесь должен быть сортир телепортации. Я его так и буду называть сортир телепортации. Так, это красный демон, зараза. Вот, сортир телепортации. Его нужно активировать. Давайте активируем. Вход тангля. Сейчас переместимся, чтобы сдать квест. Сразу два квеста. Сначала пойдем к этому яйцеголовому, а потом уже к сиротке. Ну, здесь уже промпт переводил явно. Ну, опять задание для нас. Здравствуйте, исследователь. Попробуй мне еще раз, Дед Сфанк? Мне нужно читать из-за Тангалит в Энчантед Форест. Помните, держите в заколдованном лесу, но до этого заколдованное лесо еще там глаза вылупишь. Сначала сдадим побочный квест. Девчушки. Так. Фермер Боблвуд. Лесной Боб, что ли? Хрен его знает. Деловая сиротка. Вы наши паучьи глаза. Микстура. У тебя спайдер глаза? Я так. Вот ты идешь. Так, и следующая микстура. Это увеличение брони. Малое зелье брони. Приветствую, держимый, сделкой сироткой. богатая сиротка, счастливая сиротка. Логично. Малое зелье брони, опять же, полезно, когда врагов вокруг очень много. Кроме как бой с столкновением проблему не решить. Замечательно. Теперь пойдемте долбить демонов. Если мы не забыли, нам нужно набрать 9 врагов и потом их перекрасить. Ну, пока оружие устраивает, ладно. рога падают только с красных демонов. Сколько я могу помнить это все. это сумасшедшие какие-то мелкие демоны, рудоносы, рудокобы. Что же тут делать? их задача задержать вас и не дать подойти к тому красномородому, который вас огнем фигачит. Достаточно неприятный тип, сами видите, здоровье улетучивается вмиг. Хотя он сам по себе не такой уж и крутой. Помните, как в правильном переводе гоблина две сорванные башни? Говорит, у Диабло говорит, Хелсей было немерено. Но меч с молниями все решает. то есть эти демоны одни понты только. Постоянно с правосудием пока у меня проблема. Дело в том, что его желательно приберегать. У меня так вот первый рог мы с вами нашли. Давайте покрасим его. Идем в инвентарь, берем краску и красим. Отлично. Так, нам нужно еще 8 пар. вся вся вот эта долина кишит этими демонами. С повышением кстати вашего уровня их уровень не повышается на тех локациях, которые мы уже прошли, поэтому когда достаточно большое количество опыта мы наберем, здесь можно косую траву косить, ходить просто, набиваться, но много давать все равно не будем. охота за красными демонами. Что ты будешь делать в управлении так? Нет, на контролере играть гораздо удобнее и круче. так, шесть еще две пары, подлечиться не мешало бы. Ну вот по поводу еще управления зубы стороны мышкой клавиатуры здесь фактически используется только мышь и клавиша тапа и переключение оружия и все остальное поможет. я пока не использовал. Не пригодилось. Вот это я отдал. Так оглушение. Что такое-то? Волки позорные. Невидимость я случайно активировал. Нафиг она мне здесь не нужна. в некоторых моментах действительно лучше убежать. А вот тупо долбиться себе дороже выйдет. Так, ну вот все. Покрасили. Есть все, чтобы сдать квест ведьми. Что мы сейчас сделаем. Вот попутно не забывать про бочки. Неплохая прибавка к пенсии смертошлепа. Так, сдаем крест. Привет, демонская ведьма. Привет, демон. Здесь есть ингредиенты которые нужны. Сто зорой повысится. Это должно быть все, что нужно. Вот она нам отдает какой-то магический кристалл и нужно туда вставить 9 демонических рубинов. можно открыть какую-то там дверь шахту. И тогда я получил артефакт. Спасибо, демон, который стендс. Но я должен идти. демон. Это демон. Наверное все-таки рукопашный бой, потому что дистанционно я как бы пока не слишком хорошо воюю. Давайте спросим, где находятся демонские шахты и все остальное. Ну, сами смотрите, это на карте уже видно, это на самом востоке карты даже местоположение где мы сейчас находимся. Для героя ты исключительно туповат. И для героя ты смертошлёк полон сюрпризов. Смертошлёк полон сюрпризов. Почему эта дверь закрыта? Ой. Стало проклинать половыми болячками и углевыми. Акне и генитал сурс и генитал и генитал и генитал Вот этот вопрос даже не вопрос с какой-то никакой реакции у него не вызывает. Так, ну что, давайте вернёмся. Ну, всё-таки сходим к Бобу. Вот у него там знак вопроса. Вернее, восклицательный знак. У него есть какое-то задание для нас. Сейчас попробуем. И использую зелье невидимости. Вот сами посмотрите, они на меня не агрятся и мне нормально. То есть тупо пробиваться через них смысла у меня никакого нет. Деньги пока не на что тратить. Ну вот мы вышли из этой долины. Нашли печенька судьбы очередную. И тут какие-то что за вишни. И вот открываем очередной туалет. Туалетный телепортер. не знаю не знаю зачем эти вишневые ягоды может потом пригодятся. Так это грубый цыпленок. Глупенький цыпленок. Грубый. Злобные твари. Ну опять же если их не трогать они на нас агриться не будут. Так вот еще здесь ворота дальше по-моему заколдованный лес идут. Но мы это в следующем видео проверим. Сейчас печеньку судьбу возьмем. Может не заколдованный лес. Достаточно много локаций и мир очень большой. Кстати обратите внимание он бесшовный. То есть никаких загрузок ничего такого нет. Но есть загрузки только как обычно при быстром перемещении. Только всего. совета доеду. Смотри каждый год я победил ангел продуктов продуктов с моими необычными большими червями. Они так огромные потому моего мистического и арканного формулиру. Но я все из пупа. ты нужна магическое пупа. Демона в самом деле. И да, я бы обеспечить если вы помогите мне. Это особый молот чтобы вивать дерьмо из демона. Да, это я помню. Так, соответственно сейчас вешаем говномолот. Сначала доспехи продадим, которые нам не понадобятся. Чтобы они место не занимали. амулеты тоже можно продавать. Перчатки ужасных намерений. Да, они как-то не очень. Могучий дар. Нет. Вот наверное громоотвод надо взять, а во вторую руку вот этот говномолот. технология очень простая. Подвигаем к демону, сначала бьем его говномолотом, после этого мочим вторым оружием. Давайте здесь проверим знак впереди. Дорога заблокирована по приказу какого-то придурка, насколько я могу сейчас. Давайте проверим, что там написано. Мост закрыт по приказу лорда какого-то. Опять же нам придется по ходу прохождения его разблокировать. Вот это оружейник. арморист вот то, что закрашено красным это нам не по левелу, а вот все, что не красным не закрашено, можно купить. Я, пожалуй, не знаю, наверное, арбалет куплю. У него урон небольшой, насколько я помню, но он очень быстро стреляет. Можно, конечно, сет брони купить какой-нибудь. здесь по большому то счету все вот эти сеты брони и вся броня она сделана таким образом, чтобы не повышать или увеличивать характеристики героя, а именно прибарахлиться. То есть вот чтобы круто и красиво смотрелось. Это вот у меня сложилось такое впечатление, когда я проходил его на иксбоксе. я имею ввиду деспенка игру. Ее, не важно. Так, пойдем уже выбивать дерьмо. Вот видите, как стреляет хорошо. Вернее, не хорошо, а быстро. И косо. Очень полезно, когда вокруг очень, ну, большое количество вражин со слабым здоровьем повреждения наносятся офигенно. Быстро и по всей толпе. Так, глупых цыплят не будем трогать. Давайте пойдем найдем этих красноморных демонов. дерьмо. Дерьмо дерьмо выбивается, по-моему, из больших и из маленьких, но красных. Сейчас проверим. Вон, демон. Вот. Выбегаем. Раз, и он обосрался. Отлично. И вторым оружием начинаем его долбить. Так, ну, опять девять магическое число. Девять лепешек демонов сейчас соберем. пофиг. Да, да. Вот отличный на первичных этапах вот этот гранулат. Вот, ну, вот, тварь согрелась, потому что ей досталось. Убьет по всему, что движется. Так, оружие массового поражения. Так, отлично, еще один демон обосрался. А те почему-то не захотели. Ну, ладно. Давайте. О, еще. Давайте надзиратели еще. Что, 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 вот, гата. Твор. А, вот, из него выпало все-таки. просто вот дольше бить надо. Он не такой пугливый, как эти мелкие демоны. А, вот, еще одно. Так, осталось четыре штуки. Вот, например, чешучатые сапоги, они, конечно, по броне круче, а вот эти вот ужасных намерений, они с обувенщиками, по-моему. Все, я ничего не путаю. Отлично. Пойдем. По дороге опять из желтых кирпичей. Ну, этот сразу обосрался. Тоже нормально. А вот сейчас мы движемся как раз в сторону шахт. До них я надеюсь не дойдем. Нафиг не надо. Главное дерьма побольше из демонов выбить. Так, семь, еще два осталось. дерьма нафиг. А, ну, вот там как раз так, очередной говно-телепорт. А, вон их там куча, конечно, тут много чего можно найти. так правда не тут годы огнем пуляются. Сейчас подвечемся. ой. Хорошо, я успел блок взять. Так, дерьмо, восемь, дерьмо девять. А теперь сваливаем отсюда, напрочь. сразу же телепорт юркнем и вот боту круглолеса круглолеса перевезем. То, что он боб, он круглый, что ли? Да ладно. Но это не важно. Все меняем на обычное наше оружие с физическим уроном и так, что он нам скажет? Приветствую индустриевную работа! У меня у вас выжили от демонового кориджа. О, прекрасно, прекрасно. С этой специальной манюре мои черри будут о том, что я буду думать. Ой, блин, под нас религиозно. А, то есть, вот нам еще демоновскую воду придется где-то набрать. Я так подозреваю, что... а, ну да, в демонских шахтах. Так, ладно. Это была третья часть видеопрохождения игры DeathPank. С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok